Привет, Китай! Это я, Романыч. Сегодня я вам расскажу о пяти лучших смартфонах 2019 года до 15 тысяч рублей. И вы тут же зададите вполне логичный вопрос. Слушай, братан, мы прекрасно умеем считать. Раз, два, три, четыре. А где же пятый? А пятый находится в пути. Пятый еще на стадии оплаты на Алиэкспресс. И пятый будет небольшим секретом, который вы раскроете, посмотрев этот ролик. Погнали! Вообще, выбирая недорогой смартфон в 2019 году, вам нужно сразу в голове определиться с несколькими условиями. Первое. Нужен вам NFC или не нужен? Второе. Это нужен вам USB Type-C или не нужен? Поверьте, эти два кита основоположники вот этого сегмента до 15 тысяч рублей. В остальном же плюс-минус. Конечно же, под разным соусом. Конечно же, под разными шубами. Конечно же, под разными лозунгами. Но они так или иначе дико похожи друг на друга. А вот эти два кита помогают их разбить на хороших и плохих. Хотя, с одной стороны, для кого-то NFC это хорошо. Отсутствие USB Type-C в принципе тоже нормально. А для кого-то NFC это херня. А вот USB Type-C обязательно должен быть. Вот ровно поэтому и создается такой ролик. Сегодня я угожу интересом, пожалуй, всех, кто собрался выбрать себе мобилу до 15 тысяч рублей. Редми Note 7 от Xiaomi. Это первый смартфон, который я бы вам рекомендовал рассмотреть для покупки в 2019 году. Я вам скажу больше. Это уже живая легенда 2019 года. Редми Note 7 надел огромное количество шума. Редми Note 7 это самый сбалансированный смартфон для 2019 года. Редми Note 7 это нагибатель около флагманов. Вот после такого представления давайте немножко с ним ознакомимся поподробнее. Что касается технических характеристик Редми Note 7, то здесь мы имеем дисплей 6,3 дюйма, Full HD разрешение и IPS матрица. Оперативной памяти 4 гигабайта и 64 гигабайта встроенный накопитель. Snapdragon 660, Android 9 и, конечно же, свежая оболочка MIUI 10. Стеклянный корпус. Это его одна из главных фишек и он выглядит в этом плане очень красиво, очень сочно. Но, конечно же, собирает отпечатки в пальцах, в принципе, точно так же, как и пластиковый глянцевый корпус у Honor. Но в руке тактильно намного приятнее, чем пластик. Конечно же, USB Type-C для 2019 года было бы огромным минусом, если бы они его сюда не поставили, но здесь он есть и в этом плане Xiaomi красавчики. Батарейка 4000 мАч. Ну и что касается камеры, она уже много раз наделала шума. Здесь прям так и подписано. 48 мегапикселей, которые в идеале без всяких кропов и увеличений пикселей снимают около 12.1 ствол. И вспомогательный здесь ствол на 5 мегапикселей. Но снимки все равно получаются добротные и качественные. Ну и фронталочка здесь 13 мегапикселей. Искусственный интеллект работает как на основной камере, так работает он и на фронтальной. К недостаткам Redmi Note 7 я бы отнес так или иначе Snapdragon 660. Его процессор. И тут, конечно, я предполагаю, что многие вот такие шары сейчас выкатили. В смысле? Snapdragon 660. Это же достойный процессор. Snapdragon 660. Сколько на нем смартфонов вышло. Но давайте отдадим должное. Для 2019 года, процессор 2017 года достаточно староват. И все-таки этот смартфон так или иначе ожидали со Snapdragon 710. Но, опять же, если я был просто голословен, что типа мне цифры не нравятся и я хочу свежее процессор. Нет, у Snapdragon 660 есть определенные проблемы. И эти проблемы в троттлинге. Чтобы вы понимали, график у этого смартфона выглядит достаточно убого и страшно. Потому что буквально спустя там 3-4-5 максимум минут начала теста, он люто уходит в троттлинг. То есть, если его пиковая производительность это 150, значение горит в нашем CPU-тесте троттлинга. То когда проходит 5 минут, он опускается до сотки. Потом его может так троить, что он опускается до 60. И это катастрофа. Такой троттлинг у смартфона не должен быть. Я так понимаю, виной всему Snapdragon 660. И поэтому это не самое лучшее решение. Второе, чтобы я отнес к минусам этого смартфона, ну да, отсутствие NFC. Потому что 2019 год диктует правила, требует NFC. Здесь его нет. Ну давайте отнесем честно к минусам. Еще один недостаток этого смартфона, хотя он так или иначе касается многих девайсов. В том числе моего Xiaomi Redmi Note 5. Это глючащий изредка датчик приближения. То есть тот момент, когда вы смартфон подносите к уху, и после этого у вас получается какие-то произвольные нажатия ухом в момент разговора. Ну и последняя проблема, которую вы столкнетесь с Redmi Note 7, это не очень удачное стоковое приложение камеры. Камера здесь хорошая. 48 мегапикселей, красота. Фронталочка тоже хорошая. Но что касается стокового приложения, как-то Xiaomi не закатили особо сильно насчет него заморачиваться. И тем самым потенциал камеры не раскрыт. Хотя, когда ты ставишь Google камеру, то становится все краще, все заиграло новыми красками, если ты поставил Google камеру. Вот это все недостатки, которые касаются нашего сегодняшнего первого красавчика Redmi Note 7. Покупая свежевышедший iPhone, колонку JBL, колонку Sony или заказывая на AliExpress, можно неплохо сэкономить. Кэшбэк-сервис Letyshops позволяет возвращать деньги с ваших покупок в более тысячи интернет-магазинов. Достаточно всего лишь зарегистрироваться по ссылке в описании, установить суперудобное расширение, которое не только напоминает о кэшбэке, которое еще и отслеживает динамику цен на AliExpress. Что очень важно, когда наступают осенние распродажи, китайцы пытаются нас нахлобучить, а вы тут по динамике цен херак и поняли, что цена-то была и лучше. Можно посидеть, два денька подождать и купить выгодно. То есть Letyshops не только возвращает деньги, он еще помогает покупать вам выгодно. Регистрируйтесь, устанавливайте и будет вам счастье. Второй смартфон, который я вам могу с легкостью посоветовать к покупке в 2019 году, это Honor 10 Lite. И это несмотря на то, что у этого красавчика есть достаточное количество минусов, у этого красавчика есть достаточное количество изъянов. Но знаете, что его невероятно спасает? Здесь есть NFC, любимая бесконтактная оплата наших российских покупателей, магазинов. Любимая бесконтактная оплата нашего современного поколения. Технические характеристики Honor 10 Lite. Дисплей 6,21 дюйма. Full HD плюс разрешение и, конечно же, IPS-матрица. У меня версия 3.32. Здесь процессор Kirin 710. Android 9 и EMUI 9.0.1. Что касается камер, то здесь у нас один ствол задней камеры 13 мегапикселей и вспомогательный ствол на 2 мегапикселя. Ну и, конечно же, присутствует искусственный интеллект и сканер отпечатков пальцев, встроенный сзади в дисплее. Ну, к слову, все сегодняшние смартфоны, которые будут представлены, у них сканер отпечатков пальцев не в дисплее, а на обратной спинке. Главная ставка Honor это фронтальная камера. Ну, вы сами видели огромное количество рекламы, где они постоянно кичились ею. Здесь она на 24 мегапикселя и тоже присутствует искусственный интеллект при фронталке. Хорошо ли это? Это просто шикарно. И это тоже радует. Ну и NFC, конечно же, здесь на борту присутствует и батарейка 3400 мАч. Jack 3.5 на месте, позорный microUSB тоже на месте. Я вас сразу предупреждал, что у этого красавчика есть свои траблы. Давайте с ними ознакомимся. Первое, я бы сюда, наверное, отнес microUSB. Опять же, это не проблема, это тупо лютый недостаток. Недостаток, смартфон, ну нельзя в 2019 году выпускать с microUSB за 15 тысяч рублей. Пусть даже за 15. Вот за десятку выпускаете, а здесь, пожалуйста, поставьте нам USB Type-C. Но нет, вам сюда microUSB положено, поэтому кайфуйте. Второе, я бы отнес сюда, наверное, пластиковый корпус. И отсюда вытекает из второго недостатка третий недостаток. Из-за того, что здесь пластиковый корпус, смартфон просто нереально царапается. И если ты не хочешь вот эту вот хорошую красоту, вот этот вот небесно-голубой цвет скрывать под силиконовый стремный чехол, который неприятно лежит в руке, то тебе тогда придется смириться, что задняя крышка просто не то, что будет пальцами улеплена, она просто будет изрикошечена царапинами. Ну и последнее, где меня разочаровал Honor 10 Lite, и что вы обязательно перед покупкой должны иметь в виду, здесь слабый внешний динамик. Слабый как по громкости, точно так же и по качеству звучания. Реально отвратительно. Redmi Note 7 в этом плане на голову выше. Третий аппарат, который я бы вам рекомендовал прикупить, это тот самый секретный гость. Meizu Note 9. Я думаю, вы прекрасно знаете эту мобилу. В его обоиме дисплей 6,2 дюйма. Full HD плюс разрешение IPS. Версия 4.64 есть. 48 мегапикселей основная камера. Плюс 5 мегапикселей вспомогательная. Фронталка здесь на целых 20 мегапикселей. Процессор, как я уже и сказал, выше Snapdragon 675. USB Type-C 4000 мАч. И самое главное, что стеклянный корпус и металлическая рамка. На бумаге выглядит дико потрясно. И самое главное, что в данный момент стоит всего лишь 12,5 тысяч рублей. Что является просто диким и прямым конкурентом Redmi Note 7. Да в принципе и Honor 10 Line. Но сразу хочу вас расстроить, что NFC, конечно же, сюда Meizu не завезли. Они сказали, что и так ништяков сюда хватит. Еще из недостатков, наверное, я бы отметил поддержку Meizu. Не всегда она хорошая и не факт, что вы через какое-то приличное количество времени получите обновление. Хотя бы даже не Android 10, а новую версию Flyme OS. В остальном же больше ничего не могу сказать по поводу этой мобилы, потому что я ее еще не тестил. В этих руках она не бывала. Четвертая мобила, которую я бы рекомендовал купить в 2019 году, это Redmi 7. Из сегодняшнего нашего списка это, пожалуй, самая дешевая мобила. За версию 3.32, представьте, вы отдаете всего лишь 8000 рублей и получаете свеженькую пушечку 2019 года. Здесь дисплей 6.26 дюйма, HD+, разрешение и IPS-матрица, которая смотрится достаточно добротно. И если уж прям так дико не быть дотошным, то пиксели не бьют в глаза, хотя я, в принципе, представляю, как на некоторых дешевых смартфонах с HD-разрешением пиксели бьют в глаза. Здесь такого нет, несмотря на то, что здесь диагональ дисплея достаточно большая. За техническую часть в плане производительности отвечает процессор Snapdragon 632. Достаточно свежий процессор, ему еще нет даже года после того, как он вышел. 3 гигабайта оперативы моя версия и 32 флеш-накопитель это тоже моя версия. Есть и другие вариации. Что касается камеры, здесь у нас 12 мегапикселей один ствол и вспомогательный на 2 мегапикселя другой ствол. Конечно же, есть искусственный интеллект, который, к слову, только действует на основной камере. На фронталке его нет. Фронталка на 8 мегапикселей. Android 9.0, конечно же, MIUI 10, которая постоянно обновляется. И самое главное, 4000 мАч батарейка. Касаемо корпуса, цвет эксклюзивный, классный, но крышка сзади пластиковая. С другой стороны, что же мы вообще могли ожидать за 8000 рублей? Ну и, конечно же, здесь есть microUSB и jack 3.5 тоже на связи. По поводу недостатков я совершенно вам ничего не могу сказать. Это знаете почему? Потому что за 8000 рублей я себе отдаю отчет, что копаться, что типа мне не нравится, как снимает камера. Но я же прекрасно знал, когда покупал мобилу за 8000 рублей, что я ничего сверхъестественного с камерой не получу. За 8000 рублей хейтить, что здесь нет USB Type-C, это тоже прям лютая бредятина. За 8000 рублей хейтить, что здесь нет NFC, но это вообще уже клиника. Пятая мобила, которую я бы вам рекомендовал купить в 2019 году, это Huawei P Smart 2019 года. Может кто-то удивится, но Honor 10 Lite и Huawei P Smart 2019 года это практически одинаковые мобилы. Единственное, у Honor 10 Lite будет пободрее фронтальная камера. Там она на 24 мегапикселя, а здесь она всего лишь на 16 мегапикселей. Также здесь в комплекте отсутствует силиконовый чехол, тем самым ваш корпус соответственно еще больше подвержен всяким механическим повреждениям. Здесь всего лишь две расцветки и, честно говоря, одна выглядит ну очень по-цыгански, а вторая довольно-таки скучно, потому что она черная. Ну и также я бы, наверное, отметил, что здесь всего лишь версия 3.32, хотя вот здесь можно взять 3.64. Хотя за 14 770 рублей, сколько стоит Huawei P Smart 2019 года, в принципе, Honor 10 Lite предоставляет память точно такую же, 3.32. Но есть и плюс у этого смартфона, в отличие от Honor 10 Lite, здесь двухдиапазонный Wi-Fi, и это кайфово. Потому что двухдиапазонный Wi-Fi, ну это будущее. Это точно так же, как 5G, который идет к нам. И хотелось бы пользоваться в полном объеме. Ну а в общем и целом, я совсем не случайно и не зря поставил Huawei P Smart 2019 года, как пятый, конечный вариант приобретения мобилы. Потому что все-таки первые четыре перечислены, это вообще пушечки, это вообще мощные выстрелы. На этом сегодня и все. Я вам показал сегодня 5 смартфонов, которые можно смело покупать в 2019 году. Ссылки на эти смартфоны будут в описании под роликом, по самым адекватным, вкусным и интересным ценам. Ну и конечно же, покупая где-нибудь на Алиэкспресс смартфон, или покупая здесь, в наших местных онлайн гипермаркетах электроники, вы можете вернуть часть потраченных денег с помощью Letyshops. Ссылки все будут в описании. Пишите ваше мнение в комментариях, пишите ваш топ в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. Все, давайте красавцы. Пока.